Мотивом сегодняшней нашей программы являются новые подходы к терапии ишемического инсульта. И надо сказать, что наша лекция не будет голословной. Она будет основана на собственном опыте, как Сергей Петрович рассказал о своем опыте. У нас тоже есть определенные моменты из жизни врачей, которые использовавших уже этот препарат. И хотелось бы начать опять-таки с глобальной проблемы, проблемы инсульта. Инсульт по мировой статистике занимает второе место среди причин смертности во всем мире. Каждые две секунды заболевает в мире один человек. Что касается нашей страны, то в нашей стране каждые 10 минут случается у кого-либо инсульт. Помимо того, что инсульт является причиной смертности во всем мире, важным удручающим фактором является то, что инсульт – это основная причина инвалидности. В частности, инвалидизация при инсульте занимает место до 80%, и при этом 72% – это инвалидность тяжелой степени. Конечно же, что же еще может быть в более чем глобальном мире, если не инсульт? По нашей статистике, статистике прошлого года, 2019 года, когда мы проводили регистр инсульта, и в регистр подключились практически все неврологи страны, каждый невролог регистрировал инсульт и отправлял анкеты. Да, 10%, 15% все равно остались неучченными, и при этом мы зарегистрировали 63 тысячи случаев. Мы отметили, что от 8% до 15% летальный исход, 10-15% возвращаются к прежнему состоянию, и более от 50% до 70% они становятся инвалидами. И когда мы посчитали, сколько в день в Узбекистане образуется новых инвалидов, конечно же, каждый, кто слышит эту цифру, становится понятно, почему мы должны работать именно с таким состоянием, как инсульт, понимая его глубочайшие воздействия на всю статистику заболеваемости, статистику инвалидности и смертности в нашей стране. Вот общее число заболевших инсультом в 2019 году в Узбекистане. Да, разные показатели, столбики совершенно разные. И это не говорит о том, что какая-то область меньше отправила, какая-то больше нет. У нас совершенно разные области по численности населения. И, естественно, соответствие этих цифр инсульта примерно соответствует двум случаям на тысячу населения. Но надо все равно отметить, сейчас меня слушают и главные неврологи областей, надо отметить, что есть области, которые более относились ответственно к задаче регистра инсульта, кто-то менее. Но, однако, в общей сложности это получилось 63 тысячи годов. Так вот, говоря об инсульте, мы, наверное, не назовем это лимбезом, если вспомним, что три вида инсульта мы различаем. Первый — это геморрагические, точнее, три вида острых нарушений мозгового кровообращения. Первый — это геморрагические, которые происходят в результате разрыва артерии в мозге, и излившаяся кровь оказывает колоссальное давление на клетки мозга, нанося им ущерб. Далее — это ишемический, то есть кровоток, проходящий через артерию, блокируется. Это происходит, как правило, в результате тромбоза или эмболии. Но мы сейчас при ишемическом инсульте различаем пять вариантов, то есть это пять вариантов патогенеза инсульта, и тем самым различаем пять патогенетических практиков. По ним у нас защищены уже не одна диссертационная работа, и мы знаем, что классификация инсультов исходит из классификации Адамса, и далее заимствована, а также по классификации российских ученых в российском центре неврологии. И, наконец, приходящие нарушения мозгового кровообращения, то есть транзиторные ишемические атаки, более современные названия, или иначе мини-инсульты, микроинсульты, они отличаются от основных типов тем, что кровоток в мозге блокируется всего лишь на короткое время и происходит полное восстановление нарушенных функций. Очень важно понимать следующее — формирование зоны ишемии при инсульте. Вот картина, которая известна нам всем. В левом нижнем углу — это ядро ишемии. Далее, вправо вверх, по диагонали, мы видим ишемическую пенунгу или ишемическую полутень, и далее она отличается от неповредённой ткани мозга. Так вот, если 100% кровотока, это в норме происходит на 100 г вещества в минуту, то в критическом первом уровне, когда есть 80% кровотока, мы видим в области ишемической полутени 50 мл, то есть на 100 г вещества в минуту. Это уже недостаточный кровоток. И он, тем не менее, имеет место в зоне ишемической полутени. Далее, второй критический уровень, где 50% кровотока мы видим, а это означает 35 мл на 100 г вещества в минуту. Когда эта зона страдает ещё больше, она приближена к ядру ишемии. Третий критический уровень 20-30% с 15-20 мл на 100 г вещества в минуту, также непосредственно возле ядра ишемии, и, наконец, в самом ядре, это 10-13 мл на 100 г вещества. Это гибельные ироны, которые практически невозможно восстановить, и они не жизнеспособны. Так вот, вся проблема в том, что нам нужно всегда помнить о том, что концепция «время мозга» даёт 60 минут на диагностику принятия решений. И это должны помнить не только врачи, не только неврологи, или врачи общей практики, или же врачи скорой помощи. Это должны помнить люди, население. Вот почему мы в последний год провели массу мероприятий о том, чтобы научить население, напоминать людям о том, что если вы только увидели, то есть что у вас уменьшилась сила в руке, скривилось лицо, нарушилась речь, вы должны тут же вызвать скорую помощь. Мы даже в нашей стране сняли видеоролики, их распространили на телевидении. Телевидение на каждом канале их показывало, согласовались с Миндравом. Это были большие баннеры у нас в городе Ташкенте. И главное по инициативе «Энжелс» — это программа «Фаст», по которой мы запланировали на апрель месяц, и, к сожалению, коронавирус не дал реализоваться этой программе, обучать детей с детского сада о том, как видеть симптомы инсульта и тут же вызывать скорую. То есть это всё у нас в перспективе, и мы в скором времени это реализуем. И здесь вот по этому слайду я хотела бы сказать, что оказывается в зоне пенумбры нарушение функций нейронов имеет обративный характер, то есть 3-6 часов, и они необратимы в зоне инфаркта. То есть пенумбра составляет возможность терапевтического окна с целью возможности терапевтического вмешательства. В течение нескольких часов центральный точный инфаркт окружён ишемизированной, но ещё живой тканью. Именно она является мишенью для наших с вами терапевтических воздействий. В зоне пенумбры сохранён энергетический метаболизм и присутствуют лишь функциональные, но не структурные изменения. И, наконец, помните, что за счёт пенумбры происходит постепенное увеличение размеров инфаркта. И если мы работаем с пенумброй вовремя, то это увеличение не происходит. В зоне пенумбре необходимо восстанавливать адекватный кровоток, улучшить энергетические процессы, мягчить повреждающие действия ишемии, и в итоге она является определённой мишенью для наших с вами терапевтических воздействий. Спасение пенумбры, в кавычках, связано с лучшим неврологическим исходом. Вспомним, насколько пагубно влияет ишемия без лечения на состояние нейрона. Прежде всего, в течение одной минуты ишемии без лечения погибает 2 миллиона нейронов, 14 миллиардов синапсов и более 12 километров неэллинизированных полу. В стадии ишемического каскада, вызванные инсультом, в результате инсульта представлены здесь. Инфаркт в ходу наблюдается в острейший период, в первые минуты и часы. Далее, завершённый в течение 3-5 дней. Острейший период мы различаем в течение 7-10 дней. Острый до месяца, ранний восстановительный до 6, поздний восстановительный от 6 до 1 года и отдалённый период или резидуальный спеш 1 года. Давайте рассмотрим, точнее мне правильнее будет сказать, правильнее будет сказать, вспомним патогенез ишемического инсульта, то есть тот самый ишемический каскад. Помните, как влияет сниженный кровоток на клеточный метаболизм, а именно влияет в отношении того, что снижается продукция АТЭ, нарушается натриевокалевый насос и за счёт снижения продукции АТЭ формируется ацетоз. Далее это приводит к грубейшей деполяризации мембран клеточных, в которых наблюдается массовое открытие натриевых каналов и за ними массовое открытие кальциевых каналов. Так вот кальциевые каналы, открывшиеся и влияют важным образом на высвобождение глутамата, а тот в свою очередь активирует НМД-рецепторы. Далее те способствуют увеличению внутриклеточного кальция, которого и так достаточно в клетке много за счёт открытшихся кальциевых каналов. Далее это является важным фактором для продукции липазы, энцетаза, протеаза, эндонуклеаза, то есть тех факторов, которые являются важными в перекисном опитании липидов и формируют оксидативный стресс. Кроме того, они формируют нитративный стресс. Это в свою очередь образует свободные радикалы, и те в свою очередь являются причиной клеточной смерти и повреждения ткани. Ишемический каскад прогрессирует. Минуты, часы, дни. Несмотря на то, что сегодня второй день или третий день инсульта, Ишемический каскад прогрессирует. То есть прогрессирует глутаматная эксайтотоксичность, за ней развивается воспаление, формируется оксидативный нитративный стресс, повреждается гемотенцеполический барьер, нарушение микроциркуляции, и тем самым это ведет к микрозу, апоккозу. Что же делать? Как же можно было повлиять на то, чтобы остановить этот процесс, который является, на первый взгляд, кажется невозможно остановить? Однако, нашими целями идет вперед. Фармацевтика идет вперед. Появляются новые возможности, новые лекарства и новые стратегии лечения. Если вспомнить базисную терапию Ишемического инсульта, то она заключается, конечно же, в целом ряде этапов, которые мы преподаем уже на пятом курсе наших студентам, бакалавриата. И даже они знают, что мы недифференцированную терапию проводим в виде экстренной коррекции дыхания, в виде купирования эпилептического статуса, профилактики гипоболемии, регуляции водоэлектролитного состояния, коррекции вегетативных реакций, мер по уходу за больным, нормализации питания, борьба с отеком мозга и так далее. Однако, мы с первого часа, с первого дня инсульта должны проводить деференцированную терапию, которую проводим после того, как сделаем МРТ. но она заключается в тромболизисе или тромбоэкстракции, заключается в проведении антиагрегатной терапии. И, наконец, новая стратегия введения больных инсультом предусматривает введение с первого часа эдорогона, в котором есть масса доказательств его применения. И, кроме того, мы с вами знаем, что во многих глубинках, не только у нас, но и в России, и во многих странах, нет возможности сделать немедленно конкурсовую терапию, немедленно манитарезонансную. И это как бы задерживает дифференцированную терапию. И у нас всегда, я, например, знаю, что многие неврологи всегда высказывали, что вот был бы препарат, который можно было бы назначить, даже не зная ишемический инсульт или геморрагический. Вот сейчас мы будем говорить именно о таком препарате. Но, однако, несколько слов о тромболизисе. Замечательный метод, замечательный способ. Мы в нашей стране его используем. На Украине он используется гораздо более часто, в России. Однако, очень много сторонников тромболизиса, его противников. На самом деле, почему так много у тромболизиса осложнений? Почему сейчас, мы знаем, многие протоколы в России не стараются придерживаться тромболизиса? Оказалось, что у тромболизиса сроки развития до начала клиники до 4,5 часов. То есть пациент должен успеть в это время приехать в клинику. Далее, отсутствие кровоизлияния по данным компьютерной томографии. Ведь только что профессор Московка рассказывал о том, как они, значит, как проходило обучение по, значит, методу КАСС в клиниках и как обучали, как бы успеть 4,5 часа и чтобы успеть вести препарат тромболизиса. Однако, не всегда это получается. Кроме того, даже если пациент успел, надо сделать, успеть МНО, сделать, то есть исследование крови для того, чтобы посмотреть свертывальность. И это должно тут же моментально дать свой результат. Кроме того, даже если пациент успел, и мы проверили кровь и нашли возможность проведения, тут масса противопоказаний кровоизлияния, данные компьютерной томографии, свидетельствующие о грубых органических поражениях, убедительные данные о различных соматических противопоказаниях, тяжелая травма, перенесенные недавно операции, в общем, масса анамнестических данных, которые тоже нужно собирать и в итоге далее переходить к тромболизису. И получается, что не всегда есть возможность даже в самых развитых странах сделать тромболизис. Вот почему для нас этот равон оказался палочкой-выручалочкой всем спасением, которое было разработано в тех ситуациях, когда нет возможности оттополизис. Он был разработан для защиты клеток центральной нервной системы от ишемического повреждения при острой церебральной ишемии. Но кроме того, он был японцами разработан для хронических нейродегенеративных расстройств, для которых не было никакого препарата патогенетического, например, припаса. Что же делает Эдоровон? Почему же мы его можем рассматривать как препарат, который неизбежно делает положительные результаты в острейшем периоде ишемического результата? Так вот, Эдоровон блокирует ишемический каскад. Он показал свою высокую способность захвата широкого спектра свободных радикалов, особенности в ашемической пенумбре, таких агрессивных, особенно. Кроме того, у него есть способность активировать ферменты антиоксидантной защиты, например, супероксид дисмутаза, каталаза. Далее, Эдоровон повышает синтез эндотелиального НО и целого ряда других НО, которые необходимы в данный момент в зоне ишемии. И также он тормозит перекисание ленилипидов, защищая клетки от разрушения. Но на этом список положительных эффектов Эдоровона не завершается. Более того, Эдоровон проникает через гемотенцифолический барьер в зону ишемии. Прямым обладает ингибирующим действием на НМД рецепторы и тем самым предотвращает перегрузку клеток кальция, уменьшая глутаматную сапитоксичность. Он тормозит оксидантную нейротоксичность. Да, эндотелиальные механизмы есть у Эдоровона. То есть торможение пол и повреждение мембран, уменьшение активности воспалительных цитокинов, реактивность металлокротеиназ, уменьшение ситуации базального мембрана. Доказан нейротропические эффекты Эдоровона, его введение экспрессирует фактор роста нервов. Даже так. Так вот, у Ксаврона приложения на самых важных этапах ишемического каскада. Вот здесь на карте у нас с вами все этапы вот здесь слева вниз и вправо идут последовательность этапов. Я не буду на них останавливаться, но вы видите, что на каждом из этапов второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, на каждом из этапов Ксаврон делает результат. На одном из этапов он уменьшает перегрузку кальцира. Далее он блокирует эндопиорецепт. Далее блокирует вырубокумедиатор воспаления, нейтрализует свободные радикалы. То есть, что следовало ожидать от препарата, который нужен в острейшем периоде и шемечный результат. Нам бы с вами недостаточно было бы голословных теоретических фраз, теоретических постулатом. Нам с вами всегда необходима доказательная база. Ее более чем достаточно. В частности, японские ученые, начиная с 2000, то есть, в течение 12 лет, начиная с 2001 года, провели массовые исследования, изучая дарового. Они изучили оценку влияния его на неврологические симптомы больных с ашемическим инсультом. 61 тысяча пациентов были обследованы за это время и стратифицированы по соответственным ишемическим инсультам. Выводами этого исследования является то, что для любого по типу ишемического инсульта применение дарового на посланение с отсутствием такового было связано с более значительным улучшением неврологических симптомов. Важный вопрос в следующем, как влияет саврон на геморрагические инсульты? Очень важный вопрос. Он задается нам каждый раз на всех наших встречах с врачами. Как же так? Вот мы не дифференцировали, мы не знаем, это ишемический или геморрагический. А нам надо начинать лечение, мы хотим успеть в пенумбру, то есть терапевтическое окно, извиниюсь. Мы хотим успеть и уложиться в терапевтическое. Вот привезли нам больного в течение, например, двух часов, а мы не можем сейчас быстро решить вопрос об МРТ. Как быть? Так вот, обращаемся к метаанализу. Он показал, что лечение геморрагической инсультой дарагона не было связано с существенным увеличением кальцисповодочных эффектов во время лечения. Вот вам результаты статистики, которые это доказывают. И это кто нам трактует Кахраиновская лаборатория? То есть это достаточно доказательно. И вот результат. Саврон можно назначать без нейровизуализации. То есть дарагон показал себя препаратом, который можно назначать и при ишемическом, и при геморрагическом. Пока мы, конечно же, ставим диагноз ишемический или геморрагический, ставим этот, мы можем сразу с первого дня часа инсульта вводить дарагон. Более того, я считаю, что он должен быть стандартным, он должен быть протоколом именно для врачей экстренной помощи, для врачей скорой помощи. Чтобы врачи скорой помощи тут же на месте уже идентифицировав инсульт, назначали тут же первое ведение эдарагона, в частности, к саврону. Далее. Японские ученые в 2019 году провели еще 11 тысяч исследований. Это были ретроспективные, обсервационные. и они сравнили целую группу с эдарагоном и целую группу без эдарагона. И что же вышло? Ретроспективное исследование показало, что эдарагон снижал смертность практически на 50% в той группе, то есть по сравнению с теми, кто его не получал. И эдарагон вдвое также снижал частоту внутричерепных кровозлияний, то есть осложнений ишемического инсульта. Кроме того, в два раза эффективнее улучшал функциональное состояние пациента по шкале Рентген. Вот представлено здесь, что было пристандартной и что было с дароволом. Практически разница почти в двое. Эффекты терапии, включающие даровол, также влияло на индекс Бартеля под стандартной терапии и вот терапия с дароволом. Если здесь мы видим разницу 20%, здесь мы видим 50%, ровно 50% разницу. Не это ли нам является достаточным для того, чтобы составить концепцию своих видений на эффект даровола в острейшем периоде шемического инсульта и его назначать. несколько вариантов истории болезни по тому опыту, который был проведен в Узбекистане. Это были центры экстренной медицинской помощи, их филиалы в городе Ташкенте, в городе Бухаре, в городе Самарканде. Мы этим продемонстрировали. Первая пациентка с инсультом в бассейне средней мозговой артерии слева, у нее был правосторонний гемисиндром, посмотрите, вот правосторонний гемисиндром, это на 14-й день лечения, видно, что у нее проба пары отрицательная, у нее был регресс степени выражения гемипареза уже на следующий день и восстановились активные движения в конечнике. Это пациентка с инсультом по шимическому типу на фоне артериальной гипертезии, в отличие от предыдущей, у нее еще сахарный диабет. Да, у нее также регресс, может быть, не такой отчетливый, как у первой, но на фоне лечения через неделю появились активные движения в руках и состояние пациента стабилизировано. Другая больная, она с инсультом, обширным инсультом, как вы видите, вот ее МРТ, в бассейне среднемозговой артерии справа инфаркт мозга вот таким образом вызвал масс-эффект, у нее было состояние нарушенного сознания, глубокое сознание сапорозное, 9 баллов по шкале хома-глаза. И с первых дней часов пациент получал стаброг, на 27 сутки пациенты в ясном сознании уменьшили сильное явление и лечевые нарушения, и сохранение гемидпореза в легкой степени. И наконец пациентка с инсультом по геморрагическому типу. Да, эта пациентка была в Самарканде, в центре ректорной помощи там, проходило лечение. Мы хотели бы сейчас продемонстрировать видео этой пациентки, состояние пациентки на 12-й сутки больная с геморрагическим инсультом. Тогда посмотрим видео. Спасибо. Спасибо. Движение появилось. Вот, молодцы. Хорошо. Хватит вам 35. Все. Итак, в Узбекистане запланировано проведение проекта. Надо сказать, что Эдарамон мы изучали несколько лет назад. Это было исследование через фармкомитет, когда мы три клиники в нашей стране изучили эффективность Эдаравона. Это был Эдаравон другого производства. И результаты у нас были успешные. С того времени фармкомитет разрешил зарегистрировать препарат и вывозить в нашу страну. Сейчас второе крупное исследование запланировано по изучению эффективности переносимости к Ставрову. И в этом исследовании мы запланировали взять три основные клиники остановились на тех, где на самом деле очень много больных инсультов. Надо сказать, что в городе Ташкенте у нас существует штаб инсульта, по которому нам каждый врач, то есть специалист каждой из больниц нам дает сведения ежедневно по числу и по характеру инсульта. Потом заполняются уже на них регистры. Так вот сейчас кстати регистры в этих больницах указанных здесь заполняется сейчас RESPIE, то есть европейский регистр и именно в этих больницах сейчас будет проводиться в частности вот первые из двух будут проводиться тут еще четвертая больница будет проводиться исследование по проекту Энджелс значит по проблеме по проекту КАС, который вы только что прослушали в докладе профессора Московка я думаю мы еще о нем будем говорить много потому что особенно по результатам оно направлено на снижение смертности и инвалидности но вот сейчас для нас важным является проект изучить именно эффект Эдаравона в частности Ксаврона в снижении инвалидности и смертности при инсульте в частности следовательно будут ориентироваться на шкалу МИИС на шкалу МРС шкала Ренкин шкала Барте и шкалу МОК все будут исследования проводиться на первый день и спустя три месяца значит и результаты конечно же будут доложены на наши следующие конференции итак последний слайд о том какие у нас есть три причины назначить Ксаврон в первую очередь прежде всего знание о том Ксаврон проникает через мембраны даже в зоне импаркта с нарушенным кровотоком далее Ксаврон способствует выживанию клеток в условиях ограниченного кровотока то есть спасает пенумбру и третье Ксаврон предотвращает развитие отека мозга итак уважаемые коллеги это был наш последний слайд я вам желаю всем успеха и главное крепкого здоровья и чтобы мы с вами в скором времени уже виделись в режиме офлайн ксаврон ксаврон ксаврон